Область информационно-коммуникационных технологий действительно очень широка, спектр очень большой. И мы знаем, что во всех отраслях производство сегодня присутствует. И если говорить о нашем портфеле, портфеле инновационного фонда, то где-то порядка 40% это проекты, которые направлены в решение вопросов в области информационно-коммуникационных технологий. Это ваймации, это эпителеприи, это новые современные средства для передачи данных, голоса, видео и так далее. Мы сегодня как раз рассматриваем один из проектов. К нам пришла немецкая сторона, немецкие бизнесмены со своим проектом. Это будет трансфер, но производится вся продукция будет у нас в Казахстане. И мы планируем в Питалатау. Это выпуск контроллеров. То есть это автоматический систем управления, который сегодня необходим на многих наших производствах. В том числе в группе компаний Самрук Казна. Это в нацкомпаниях. Это Казатанпром, в Казахстанте Мержалы, в Казмуной Газе наверняка. Это Казахмыси. И мы считаем, что такие проекты, наверное, актуальны. И сегодня мы делаем на этом акценты. Во-первых, мы сегодня, наша стратегия на этот год и в период кризиса, это сегодня выходить из тех проектов, в которые мы вошли, освобождать деньги и их рефинансировать в новые инновационные проекты. У нас достаточно большое количество, ну, относительно, это порядка около 50 опытно-конструкторских разработок, которые мы профинансировали вместе с нашими учеными. То есть идея ученого нашла воплощение и в практическую плоскость. И сегодня есть патенты как казахстанские, так и евразийские. И мы нацелены сегодня на коммерциализацию результатов этих опытно-конструкторских разработок. Я думаю, что там есть интересные задачи. И когда будет удовлетворен главный ученый наш, который воплотит эту свою идею в жизнь, мы сможем продать патент или же на его базе построить какое-то производство. Я думаю, вот здесь как раз и выход на Европейский Союз, через Исток Союз или другие, это только лишь является подспорьем и реализацией расширения наших возможностей.